Вот, смотрите, вот этот график чему у нас приближен? График наш, к чему? А, приближен, к чему? Да. Он распределен на год, по кварталам. Распределен на год, по кварталам пропорционально чему или в какой логике? Вот, то есть мы вот эти три платежа, как минимум вот эти три платежа, мы с вами привязали к графику сдачи нам КС-ок от подрядчика. Было это? Было. А вот это? Это привязано к графику сдачи нам КС-ок от подрядчика? Мы дали аванс на материалы. Вот, какую сумму работ нам подрядчик сдал по итогам первого полугодия? Еще мнение есть? По итогам второго полугодия? Ой, первого полугодия. По итогам первого полугодия какую сумму работ нам сдал подрядчик? И мы приняли от него. Какие надо просуммировать, скажите мне? Четыре цифры. Вот эти четыре цифры. Все согласны? Почему? Почему? Ну вы об одном и том же говорите, только в разных разделах. Алсу говорит про вот эти и вот эти суммы, а ты говоришь про вот эти и вот эти суммы. Просто вы, как бы, она крестит, ты про крестики, ты про строки, а она про столбцы. Вот такой, да? Значит, что представляет собой вот это? Аванс, да? Аванс, выданный за материалом. Мы его зачли ему? Когда? А когда провели операцию по убийству? Что такое аванс? Мы ему дали предоплату для того, чтобы он купил материалы. А мы ему зачли это в выполненных работах? Нет, на этом начнем. Мы написали отдельных отчетов. Когда у нас происходит зачет в авансах? После отчетов. Ну, в данном случае, наверное, КС. Он нам предъявляет КС, в которых написано. Вот те материалы, на которые ты мне дал аванс, я купил, поставил тебе на объект, и вот они лежат. Вот он принес КС. Тогда он принес им нам. Здесь не узнаешь. Здесь не узнаешь. Дело в том, что материалы, аванс, на которые мы ему дали, он мог использовать здесь, здесь, здесь и здесь. Мы не знаем. Мы здесь только, на самом деле, с ним договорились о каком-то сумме аванса. Сколько она составляет мыть, не знаем, что... Мы здесь не делали даже допущение, что все материалы стоят 500. Мы не знаем, сколько стоят материалы. Если, конечно, допустить, что материалы все стоят 500, а все работы полторы, да? То тогда что? Тогда тоже ничего. Мы всего лишь поплатили 100% за предоплату ему все материалы, чтобы он мог их покупать, когда они ему нужны, будут на объекте. Да? А зачитываем мы эти материалы, скорее всего, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. В какой-то сумме в КСках. Да? Вот, вот в этом, обратите внимание, нюанс. Мы с вами планируем только платежи. Только платежи. В бухгалтерии, когда мы с вами будем сверяться, мы можем сверить вот это, только по платежам. Как только мы придем не к бухгалтеру, который разносил платежи, а как только мы придем к бухгалтеру, который ведет незавершенные капитальные вложения основных средств, у нас с ним ничего не сойдется ни по суммам, ни по срокам. У нас с ним сойдется только в самом конце, когда он увидит полную сумму, и мы увидим полную сумму. И причем, мы с вами по платежам сверимся на эту сумму, а по выполненным работам мы сверимся на эту сумму минус НДС. Вот об этом мы должны всегда вспомнить. Потому что бухгалтер-материальщик, который будет незавершен посажать основные средства, он будет сажать их за вычетом налоговым добавлением в стоимости. А НДС, ну, на материалы точно НДС, да, консадарта, а на выполненную работу, то есть есть 80% работ в НДС, и не знаю, что не работает. Когда мы будем считать НДС-материалы наручными? Тоже верно, тоже верно. Я думаю, большинство материалов, которые мы будем покупать, они, скорее всего, облагаются по ставке 20% НДС-стандарта. Я, честно говоря, пока не видел таких материалов, которые со ставкой 10% или которые со ставкой 0%, например, да, или вообще материалы, купленные там по импорту, аналогов которых нет в России. У нас, если что-то покупается по импорту, и аналоги, которые не производятся в России, НДС-стандарта не облагается, вот. Получается, нет. Как, с чего это получается? С налоги. Наверное, да? У нас НДС-ноль. На какие группы товаров? Вот вам еще одна домашка. Кстати, я не получил от вас этих ценных поземнений ничего. Поземнений на улице. Можно. Была. Тебя забрала какой-то город. А Зеленодуль брать не надо. Зеленодуль, скажем, у тебя взятый. Иван Угроз. Так. Надо брать в какой-нибудь другой город. У нас что не заняты? Челны? Нелан. Неделес? Нижний Камск? Нет. А что у нас с ним взятого? Чистополь? Отдыхай. На тебе же хуже. На тебе же хуже. На тебе же хуже. На тебе же хуже. На тебе же есть установление, что все делали лучше. И там все города едут. Вот потом поделитесь. Найдена взаимовыручка в нашем деле очень важна. Экономит всем работу, чем как мы проходим. Так. Смотрите. Вот. И домашка вам еще посмотреть, какие группы товара НДС-0, какие группы товара НДС-10, какие группы товара НДС-10. О, остальное автоматически понятно. НДС-20, да? Вот смотрите. По строительно-монтажным работам и по поставкам материалов. Да, понятно. У нас может быть подрядчик, который работает без НДС. Вдруг такой вот случай. Да, но честно говоря, честно говоря, с такими чаще еще не работают в нашей-то действительности. В СНДС работать нет. Это с вами как бы это неинтересно. А, НДС-10% это товар, что первые неоткакиваются. Ну да. В социальных клиентах, например, в комбайне. Сахар. Сахар. Вот у нас один из клиентов покупает сахар по ставке 10% НДС-а, а продает пирожные. У него уже автоматически 10% минус с добавленной стоимости. А 0%-а, где-то не будет на оборудовании. Ну да. Ну по импорту понятно. Там все равно хошь не хошь, НДС-а, таможня отдать. Так, ладно. С этим вроде разобрались, да? Но никак мы пока не приблизились к пониманию. Так, вот смотрите. Денежные средства на конец периода у нас 250. В случае с собственной стройкой почему? Сколько было у нас денег? Два, собственно, миллион у нас был. Миллион у нас был. Давно уж в нашем последнем примере. Да, как у Пуняковского. Ну смотрите, вот, смотри. Ну, все зависит от того, когда мы брали, займ. Вот у нас был миллион с вами на начало, да? Мы брали в этом квартале кредит? Сейчас давай посмотрим. Что такое 250? Миллион минус 750. Куда ушло? На авансы по блядчикам. За материалы. Вот они. Да? Так, вот они. Дальше. Здесь, как был миллион, так и остался миллион. Мы в этом месяце по ипотеке что-нибудь тратили? Не вижу. И кредит не брали. Как был миллион. Он вообще запомнит у нас, по ипотеке 3 квартала миллион как висел, так и висит. Да? Так, следующий квартал. Денег ноль. Ноль. В нашей строительной подрядной схеме. Почему? А? Платили. Отдали. 450. И чтобы денег у нас всего 250, и дали, взяли еще 200 в кредит. Да? Ну, еще и процентов не заплатили там. Странно. Почему у меня денег стоит? Вот здесь. Ой, потом. Минус, минус, потом. Чего-нибудь не делай. Минус. Я что вообще просменировал? Ой. Сейчас, даже дайте мы еще раз сделаем. Вот почему у меня денег у меня здесь? Денег засовет на том, что ты не делай. Откуда? А? Там нам вообще надо кредит перерасчитывать. Странно, какой-то у нас кредит, который нас в минус выводит. Да? Он не должен нас в минус выводить. Пять в минус. Но это у нас приведет на кладбанец, и к кассе. А мы и не гасим ничего. У нас странная какая-то операционная деятельность в этом месяце получилась. Ну, как в четвертом квартале у нас должна была с вами быть операционная деятельность, если помните. Вот, какая-то. Да? Вот, подвижение денег. Что за миллион вообще такое? Поместить свидания с оружием. СМР следующее, да? У нас на них нет денег. Ага, понятно. У нас на них нет денег. Так, тогда делаем еще и вообще корректировку кредита. Мы еще... Нам надо перерасчитать получение возврата. Потому что, во-первых, взять надо. Ну, вот. Вот теперь вот у нас более-менее что-то понятно. Вот. Теперь мы в плюсах. Что-то мы сейчас уже жарим. Что-то не будем. Вот. Уже веселее, да? Уже веселее. 3 миллиона разница. Все. По крайней мере, здесь в минусах. Так. Вот наша с вами СМР схема. Были деньги. В ноль, в ноль, в ноль. Мы здесь в кредитах торчим. И вот начали немножко выправляться. Потихонечку отдавая кредит. И какие-то положительные остатки пошли, да? Теперь. Ипотечная схема. До четвертого квартала, до готовности объекта вообще ничего не тратили из наших денег. Потом отдали свой миллион в ипотеку. Да? И еще на разницу взяли кредит. И остаются у нас только остатки от операционных инвестиций. Которые, ну, как-то более-менее бьются. И не отличаются там на 140. Там еще на какие-то там тысячи, 150 тысяч. Да? Так. И вот наша разница. Почему у нас 3 миллиона разницы возникает в деньгах? Понимаете? Здесь мы отдали кредит полностью. Отдали. 1 миллион 880. Столько взяли, столько отдали. И 147 тысяч процентов отдали. Здесь ипотеку. Взяли 2. Взяли. Отдали. Отдали. И 140 тысяч заплатили процент. Правильно вспомнили. Взяли. 147 и 140 процентов. Там, ну, вот, 7 тысяч разницы в периоде. Причем, почему-то по ипотеке больше, да? По ипотеке больше? А, нет. По кредиту больше. Потому что раньше взяли, больше процентов накрутились. Ну и привезли. Вот. В ипотеке на 7 тысяч как было. Мне непонятно. Причем, заметьте, здесь кредит 2. А, а здесь кредит 1,885 на 100, 15 тысяч меньше. Ну, нам столько не надо. А проценты больше. Почему? Ну-ка, давай посмотрим. Ставка 8,5. 8,5. Здесь ставка. Здесь ставка 8,5. Сумма. Сумма побольше. График возврата может быть другой. Какой-то такой. Вот, посмотрите. График возврата. Мы же сами двойку вот эту поставили. График возврата пересчитали, по-моему. Да, мы? Он нам предложил. Да, мы сами по-каку сумму не сливали. Вот. А здесь он нам предложил и график по сутке. Ну, нравится, попробуем. Может, и график только пересчитаем. Если что, поправим, он назад. Давай мы сделаем и получение, и возврат. Длительность, погашение, длина. Смотрим, что он нам предложил. Вот, он уже поменьше взял. На 135 тысяч. Процент уже 120. Нам столько не надо было, оказывается. Так, ладно. Отличие есть. Отличие все меньше. 2,8. Почему же все-таки у нас отличие в 2,8? Собственно, это не игрок. И почему у нас различается срок окупаемости на 1? А, срок окупаемости не различается, дисконтированный не различается. Ну, это не считаем. Потому что все-таки там коэффициент дисконтирования сильно влияет. У нас 2,4 и 2,4. Вообще разницы нет, по сути. По сути, вообще нет разницы. Да? Нет формата. Вот это формата. Вот. Зато внутренний номер нормалинта. Если что-нибудь скачет, прям вот прям. с 1 и 2, здесь почти 1 и 2 доход на вложенный капитал. Ну, ладно. Будем считать, что это не так сильно существенно. И здесь примерно так же. НПВ только на 64 тысячи отличается. Это не существенно за наш период, за три года. А деньги все равно. А может, я неправильно делаю то, что суммирую? А? Может быть, я неправильно делаю то, что я вот эти вот остатки все просуммирую? Может быть, нам надо было разницу нарастающим итогом просто считать? И тогда уже суммируется как-то вообще. Правильно ли вот что я смогу? Я смогу разницу вот так считать, суммирую эти остатки. Ведь это же не плюсуются, наверное, вещи. Эти же деньги были на конец этого. К ним добавилось там это, а я их пропусывал. Может, у нас вообще расти кинфика? И нелепо считать эту цифру. Ну, было, было. Нет, мы не будем считать это как бы простое решение. Мне просто надо понять, действительно ли нельзя так сравнивать между собой как бы их. Наверное, нельзя. Смотрите, надо сравнивать, наверное, только одно. Деньги на конец периода каждого. Сколько остаток? И различий всего 21 тысяча рублей. Вы со мной согласны, нет? Что деньги, остаток на конец, не надо их суммировать. Вот как бы завести, что это за показатель такой. Это же даже, я понимаю, там ввести, ну, скажем, прибыль нарастающим итогом или прибавок денег нарастающим итогом. А я взял, просуммировал, как бы, все остатки денег, например, на конец по каждой ситуации. Вот же нам, получается, надо либо сравнивать остатки на каждый конец периода, здесь разница 3, здесь разница 3, и не надо ничего суммировать вообще. Итоги выводить надо, итоги. Но вот эту цифру считать ни в коем случае нельзя. Она некорректная, она ни о чем. Вот она, разница наших вариантов. Всего лишь 22 тысячи. Где-то что-то плавало, 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 играло, играло, и в конечном итоге вот мы пришли вот в такой армии. Получается у нас с вами, что самострой, ну, что подрядный строй, что ипотека. Несущественные различия, да? Да, у нас есть настройка, как это, когда мы делаем, что мы делаем. Что мы делаем? А получается, что мы так отдадим. То есть, ты хочешь сказать, эти варианты между собой существенно отличаются? В моем понимании, должны быть существенно отличаются. Почему еще раз? Потому что это сумма, которую мы берем в базу. А если ставка у нас, мы же допустили здесь, что у нас ставка одна и даже. Мы просто взяли с собой в разном графике деньги. Один раз большой суммой, но сразу потом. Либо несколько маленьких сумм, но постепенно. И в конечном итоге все равно, взяли почти 2 миллиона. У нас же только график выбора займов ползет. И на числении процентов с ним все, а больше всего ничего не отличается. Мы как брали 2 миллиона, так и берем 2. Ну, там, допустим, 1 миллион до 700, да? Или 1 миллион 600. Как брали, так и берем. Вот то, что по кредиту на стройку и по ипотеке могут быть разные процентные ставки, вот это точно. Они точно могут быть разные. Потому что ипотека, уже готовый объект, банк ничем не рискует, он уже введен в эксплуатацию, он уже в реестре ГРП, да? Он уже имеет вещественную форму, по нему ставка ниже, рисков меньше. А когда объекта еще нет, и собирается какая-то стройка, и дайте мне деньги, чтобы он потом появился, а потом вы, допустим, его возьмете в залог, или я вам избирочки отдам, которые еще не заработаны, да? Вот это уже, ну, тогда. Рисковый кредит, с точки зрения, ну, банкиров, они так будут обрисованы. Поэтому, скорее всего, там ставки будут выше. Получается, не ставки так отражаемые, а он будет действовать, а отражаемые. Какие ставки могут быть по ипотеке, по коммерческой, вот на фондовом снахбит? Они могут быть социальные ипотеки гражданам? Дорожа. Дорожа. Ну, сколько? Дорожа. Дорожа. Девятнадцать. Ну, это социалка. От тринадцати до девятнадцати. Это сейчас для граждан говоришь, или для предприятий? Да, у кого-то. Тринадцать-девятнадцать, да? Хорошо. Давайте мы поставим ипотеку тринадцать. Молодая семья. Так, молодая семья. Давайте поставим. А сколько раз вы поставили? Это вы потом обсудите. Я поставил уже процентную ставку по ипотеке другую. Если че. А кредит, который на стройку, ну, наверное, где-то порядка восемнадцати-двадцати, да? Не меньше, наверное. Ну, давайте восемнадцать поставим. Да, равница будет хорошая. За три года сто двадцать тысяч. Ну, для граждан это серьезно, для предприятия ну, может быть. Так. При нашей выручке, когда у нас, кстати, выручка, другая? А? Какая у нас выручка? Ну, для граждан. А если там, у нас есть какое-то... Тринадцать ипотека, восемнадцать строймонтаж. Отмотайся минут на семь назад. Ипотека, это что? Завершенного, завершенного, введенного в эксплуатацию, уже стоящего на учете, где? Нет, муниципалитета. Ну, муниципалитета, конечно. А? Какую ипотеку он выдаёт? Ипотека, в данном случае, это у нас вид кредита, за которым мы обращаемся в банк. На учёте, где здание стоит готовое? Какого банка? Какого банка? Мы сами его... Его кто-то построил, какой-то подрядчик и ввёл в эксплуатацию. Разве это банк строил? Кто строил? Ну, какое-то третье лицо. За свой счёт построил, а мы у него покупаем в ипотеку. Мы пришли к нему и говорим, мы тебя через кредит купим. Банкиру говорим, тебе подходит это здание? Подходит. Наша платежеспособность подходит? Подходит. Давай заключать сделку покупки под залог имеющегося здания. Он пишет договор. Договор коммерческой ипотеки. Вот как бы и всё. Не путайте с... Чем-то другим. Ну, с лизингом. В лизинг можно в здание взять? Можем. Чем-то? 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 Ну, на этом в ассуте, в ассуте, в ассуте, в ассуте. Там, на другие амортизоналы, в ассуте, в ассуте, в ассуте, в ассуте. А правда, даже скотины можно взять в лизинг. Я тогда очень удивился. Я говорю, что, прям коровушек? Да? Прям коровушек. 3000 стадов. Это форма операции, что ли? Лизинг. А что-то из нее запутаешь от опыта, в ассуте. Землю можно? Да. Землю можно? Если там она в ассуте, то совершенно не будет. Не-не-не. Я имею в виду землю, которая не применена ничем у собственников в лизинге. полный лизинг, земельные участки не передаются, а вот все остальные вещи по-моему передаются. Давайте возьмем в лизинг наше здание. Следующая схема. Не могут быть земельные участки. Так, все делаем на основе какого листа будем делать? Давайте подумаем. Какой у нас больше всего лист похож на лизинг? Отечный, наверное, да? Честно говоря, нам абсолютно по барабану на основании какого листа мы будем делать. Но может быть на основании этого. Потому что мы все равно все данные увидим. делайте листочек лизинг. Давайте все делаем с третьего. ГОЛОСДОНОЕ В ЕСПЕР smarter with you. ГОЛОСДОМОНОЙ В ЕСПЕРВИТ Какой видите, Tay без как для Продолжение следует... 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 Мне кажется, вот такой вопрос у Ролка еще даже в башку не приходил. Если оно из материалов отечественного производства в какой-то доле и какой-то из импортного, ставка будет 6 или 8? Если доля импортных материалов больше 50%, а ставка на какую дадут? Не будем убивать их, да? Хорошо. А там что, ставка разная? Там галочка стояла. Но... Не знаешь, куда его определить. Вот дилемма. Дилемма. Нет. Если бы, смотри, вот если бы компания двумя разными компаниями участвовала, здесь делка импортная здесь была отечественная, было бы все понятно. Это и плюсик, это и нет. Ну, отечественный плюсик, импортный нет. А она вместе сложила два лизинговых контракта. Ну, один лизинговый контракт на два оборудования, да? И комиссия сидит. Ей ставить галочку отечественное оборудование плюс или не ставить, потому что второй импортный. Пардон, как быть? Какая бальная система. Там же используется российское. Вот если предусматривать, кто составляет нормативные документы, должен продумать большинство могущих ситуаций, которые могут возникнуть, да? И предусмотреть. Например, написать. Если доля отечественного оборудования не в количестве, а, например, по сумме, да? Больше, допустим, 70%, то ставится галочка. Там или 50%. Ну, или вообще сколько-то есть, да? То есть, так надо. А просто написал человек, и все. Эта ситуация никак не регулирована. Остается на усмотрение комиссии. А значит, чистый субъективизм. Да, но так и было, потому что по центру сам долю можно было а можно было, да? Другого процента как определить долю самого оборудования, а не разрешение. Но только по сумме. А по сумме а можно по сумме? А раздел не пишет. Ну подожди, но договоры купли-продажи же предлагаются к лизингам и договорам. Но я не понимаю, потому что производители пишут все. Действительно. У членов комиссии, которые 5 минут на заявку и долю иностранного оборудования в самом оборудовании как бы я вот например не смог. Сколько занимается доля ну по целям то есть сколько указано на корречных и из каких деталей состоит и из этих деталей отставляет может быть в первые страны. Подожди, оборудование чьего производства? Ну собирали. Значит производство отечественное? Оно просто локализованное иностранное производство. А вот это уже не важно. там у тебя должно быть написано либо страна-изготовитель по паспорту там же страна-происхождение страна-происхождение завод-изготовитель это Россия. Не было написано? Странно. Может он тогда не производитель вообще? Потому что ну обычно выдается паспорт завод-изготовитель и там написано там завод такой-то такой-то вот опять же ситуация да? Как пропишешь? Если ты напишешь как определяется страна исходя из паспорта изделия скорее всего паспорт завод-изготовитель может ему дилер какой-то продал а он забыл там не знаю какая-нибудь Маша забыла в ячейку страна-происхождение забить или поленилась а человек на лизинге балл не получил попал пролетел что сделаем с Машей ее еще найти с первого дня так но мы с вами договорились о том что у нас будет условие РЛК да? так стоимость объекта аванс 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 миллион так нам надо вывести авансовый платеж так чтобы вот здесь где мы выводили тогда прошлый раз у нас вот здесь миллион должен был получиться да? кто помнит? вот в синенькой выводили а в миллион? или вот здесь все-таки? вот здесь на самом деле это легко посмотреть в листе 2 молодец вот здесь я точно рекомендую смотреть в листе 2 ой 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 о анекдоте. У Маши было два яблока, у Ашота было два вагона яблок. Маша отдала свои два яблока Ашоту. Сколько у Ашота яблок? Сколько яблок? Боже мой, сколько яблок? Правильно. Кстати, Алина самый молодец, между прочим. Мы подглядели у нее в режиме, что она организатор всевозможных молодежных конкурсов. И чего? И форму. Да, 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 и форму. Так. Ну что, кто помнит, как мы делали подбор ячеек? Нет, неправильно. надо в синенькой. Синенькой? Угу. Мне очень нравится. Так. Анализ, что если. Анализ, что если. Хорошая, кстати, вещь. Синенькая. А вы знаете, чьи синенькую, да? Синенькую. Хм. Нет, меняю синенькую. А почему все равно здесь продаются нахлечения? Хм. Вопрос правильный. Ну, у нас же сделка идентичная с ипотекой. Мы же готовый объект. И теперь делаем все по новой. Установить вот в этой ячейке значение миллион меняет значение авансового полтежа. Показать кому-нибудь? Нет? Или все нашли? Да. Ячейку нашла. А, давайте дальше помним. Вот подбор параметра в листе данные. Дальше. С вопросиком. Подбор параметра. Установить ячейки Ай-597 значение 1 миллион изменяя значение ячейки Би-590. И понеслась. Решение на 1. Так. Почему 22%? Сейчас будем выяснять. Выяснять будет. Почему 22%? Извиня. Тогда, Александр. Ты что так далеко от себя держишь монитор? Тянешься к нему? Легла уже на стой почти. Подвинь поближе. Или неудобно. Что случилось? Подбирал. Систем подбирал через эту функцию. Ну. Показать еще? Да. Да. Изменяя 595 бит. Бит 590 больше. Изменяем его. Амортизацию не трогаем. Стоимость объекта не трогаем. Вознаграждение лизинга дателям не трогаем. Срок лизинга. Амортизацию не трогаем. Вот это вопрос, да? Вот это вопрос. Не говорили. Все поставили вознаграждение лидинга дателю 6%. У всех 24 квартного срока лидинга. У всех четвертый период ввода в эксплуатацию. У всех амортизационное отчисление 3-4%. Давайте посмотрим, нам бы надо с ипотекой, чтобы оно длилось. Смотрите, кредит, ипотека. Сколько мы тут платим? Платим где-то 6 кварталов, да? 6 кварталов, полтора года мы выплачиваем. Я предлагаю срок лидинга такой же и поставить, чтобы у нас одинаково было. А в первом варианте, в СМР, мы вообще, по-моему, расплатили за 2 квартала, да? С кредитом. Кто помнит? Нет, подольше. Сколько? Так, вот мы брали кредит. Вот 8 кварталов, да? Смотрите. Взяли кредит и вернули последний. 8 кварталов все это заняло. В этом самом кредите это заняло 6 кварталов получения и возврата. В лидинге нам надо сделать что-то приближенное к этому. Ну давайте 6 тоже сделаем. Как сделать 6 кварталов? Срок лидинга 6 кварталов. Это сколько лет? 6. Ну роды. Я на тебя даже не смотрел. Так, и теперь смотрите. У нас с вами надо... У нас это здание... Сколько амортизируется здание? А это правильно? Два года армортизируется здание. А сколько надо? Я вам даже больше скажу. Надо 10 и 15. Потому что у нас с вами два объекта. Сети и здание. Сети 25 лет у нас с вами. А здание у нас с вами... Ха-ха два раза. А как мы с вами... Ну ладно, в ипотеку сети допустим мы можем взять. А в лизинг... Ну тоже наверное... Ну да. Хотя несмотря на то, что... Я знаете, что подозреваю? Подозреваю, что... Не, недвижку получается тоже можно. Даня, что я с какими-то... Теперь, кто мне скажет, как нам обеспечить корректный расчет амортизации? Все пришли пока... Вот, ну... Я сказала, что разделим проценты разными. Да подождите проценты-то. Нам в принципе надо, потому что мы сейчас вообще всю схему будем менять. У меня тоже еще пока не приведено к миллиону, например. У меня тоже здесь пока не миллион. И проценты тоже никак у всех. Как нам правильно амортизацию посчитать? Какой надо поставить? У нас есть два варианта. Либо забить отдельно сети и отдельно здание в две лизинговые сделки, указав по каждому свой процент амортизации. Это будет самый точный вариант. А можно средний выщить? Можно за средний выщищать? Смотря какой средний, посчитаем. Пока средний, у вас она будет и падает. Наверное, математики так бы и сказали, а пока будет средний, да? Потому что это нельзя. Вы ее будете все равно платить. И так, что вы будете отдельно платить и отдельно... Только в финансовом результате. Да, только в финансовом результате. Но запомните, по-хорошему надо считать две разные лизинговые сделки. Если у нас две балансовые стоимости, два разных объекта с разным сроком полезного использования, поэтому никогда, пожалуйста, не плюсуйте коров к ферме в лизинге. Ферма отдельно, коровы отдельно. Коровы сколько живут? Лет 7, наверное, да, не больше. Ферма больше? Сколько? Лома...